Вод ГСН А некоторые думают играть или не играть и если даже уже создали себе аккаунт, то задаются вопросом, какую ветку качать первой. Какая десятка самая классная или в какой ветке вы будете чувствовать себя максимально комфортно, поймете что такое эта игра и научитесь играть на том или ином классе техники. Именно этому будет посвящено сегодняшнее видео и перед тем как я начну вам давать свои рекомендации по прокачке той или иной десятки, давайте сразу определимся с некоторыми вещами. Первое, я не являюсь статистом, я не являюсь киберкотлетой, я обычный среднестатистический игрок, поэтому не буду рекомендовать те машины на которых вы сможете держать свою статку, давать какой-то средний урон или подобные вещи. За этим обращайтесь к другим авторам, которые действительно являются более подкованными игроками нежели я. Я же поделюсь с вами своим мнением, как я уже сказал, обычного игрока в отношении того, какие ветки на сегодняшний день действительно достойны вашего внимания, если самое главное для вас это получать удовольствие от игры и чтобы у вас не появилось отторжение от того, чтобы играть в танки. Потому что некоторые ветки действительно могут вас расстроить, нет, для подкованного игрока они покажутся интересными, ну а сама десятка порадует, но если вы начинающий, то необходимо начинать с тех танков, которые действительно будут доставлять вам удовольствие в игре. Итак, ребят, давайте будем начинать и давайте сразу будем обсуждать, что такое ветки, ну и соответственно, что вы в них найдете. Как вы знаете, в этой игре есть несколько наций, ну а если быть точным, то игра разделена на сегодняшний день на 8 наций. Соединенные Штаты, Германия, Советский Союз, Британия, Япония, Китай, Франция и сборная Европы. В каждом из этих деревьев есть ветки, вот так вот они выглядят и в принципе вроде бы ничего сложного. Но здесь, в зависимости от того, по какой ветке вы пойдете прокачивать машины, вы будете идти к той или иной десятке. В целом, наши танки в игре делятся на 4 типа. Это тяжелые танки, они обозначены ромбиком с несколькими полосками. Это ПТшки, они обозначены перевернутым треугольником. Есть средние танки, ромб которых разделен одной полосой. И есть легкие танки с ромбиком, которые вообще ничем не разделены. Чем они отличаются? Как правило, ПТшки максимально точные. При этом, все, кто-то имеет броню, а кто-то брони не имеет. И предназначены для очень осторожной игры в большинстве своем. Тяжелые танки предназначены для того, чтобы можно было продавливать какое-то направление. Они, как правило, заряжены большим количеством ХП. Ну и, соответственно, максимально живучие в боях. В отношении средних танков, это что-то среднее между легким танком, который очень быстро передвигается, как правило, быстро перезаряжается, не имеет вообще никакой брони, и при этом всем не обладает вообще никакой живучестью. Ну а вот средний танк, это что-то среднее между тяжелым танком и легким. Обладает посредственной, как правило, подвижностью, при этом имеет кое-какую броню, ну и, соответственно, плюс-минус неплохую живучесть, и, как правило, среднее время по перезарядке. С этими вещами, я думаю, вы разберетесь самостоятельно, начиная прокачивать ту или иную ветку. Безусловно, если вы новый игрок в этой игре, то я бы рекомендовал вам сконцентрировать свое внимание, в первую очередь, на прокачке какого-нибудь танка тяжелого. Почему так? Потому что на тяжелых танках проще всего играть, вы будете дольше выживать в боях, вы будете иметь броню, при этом вы будете иметь неплохой урон, ну и, соответственно, при этом всем вы сможете научиться играть, благодаря тому, что дольше в самих боях будете находиться. Поэтому рекомендовать вам начинать прокачку своей веточки или прокачку своего аккаунта именно с легкого танка, я бы не рекомендовал, потому что на этих машинах, не умея играть, вас будут разносить буквально в первые две минуты боя, ну и, соответственно, кроме как негативного восприятия игры, у вас это ничего не вызовет. Теперь давайте обсудим, какие же ветки я рекомендовал бы качать, ну и начнем мы с тяжелых танков. Для начала стоит определиться, чего вы хотите. Вы хотите получить себе крутую десятку или вы хотите пройти по приятной, комфортной ветке, которая научит вас играть и приведет вас к годной десятке, на которой вам также интересно играть будет. Так вот, если вы рассматриваете себе ветки по комфорту игры, в первую очередь я рекомендовал бы вам обратить внимание на ветку кранвагна. Почему на ветку кранвагна? Дело в том, что орудия в нашей игре бывают трех типов. Первое орудие это обычное цикличное, то есть вы сделали выстрел, перезарядились и сделали следующий выстрел. Второй тип орудия это орудия, которые имеют в себе барабанную систему зарядки. То есть у вас в барабане есть три снаряда, допустим, как на примере Эмиля Перо. Вы делаете три выстрела один за другим. И только тогда, когда вы опустошили свой барабан, вы уходите на перезарядку целого барабана и после перезарядки опять имеете три снаряда в магазине. Ну и плюс к тому, есть в нашей игре такая система зарядки орудия, как система до зарядки. Это тоже барабан, тоже на три снаряда у кранвагна. Только здесь вы можете сделать один выстрел. И если вы не делаете второй выстрел спустя некоторое время, ваш первый снаряд, который вы уже откинули, дозаряжается обратно в барабан и у вас опять три снаряда. Так вот, я бы рекомендовал в первую очередь остановить свой выбор именно на ветке кранвагна, если вы новичок, по той причине, что эта ветка научит вас играть на трех типах орудия одновременно. Вы будете начинать с обычных цикличных пушек, потом вы поиграете на Эмиле первом с обычным барабаном, ну и потом вы перейдете к двум машинам, которые имеют в себе систему дозарядки. Соответственно, научитесь играть и на этом типе орудия в том числе. В чем хорош кранвагн для новичка? В том, что у него есть классная броня в башне. Ну и пока вы дойдете до 10 уровня, вы научитесь прятать слабые зоны машины, а именно корпус, который действительно машину пробивает. Научитесь играть от башни, ну и соответственно, будете понимать, как себя вести в боях на других тяжелых танках в том числе. Если вам не хочется учиться играть на разных типах орудия, и вас интересуют все-таки годные десятки, и плюс-минус неплохие ветки, которые к ним ведут, то я бы рекомендовал вам пройтись по следующим машинам. Первая машина, которая действительно достойна внимания, это Т57 Heavy. Но будьте готовы к тому, что через какую бы ветку вы не пошли к этой машине, вы в любом случае будете сталкиваться с теми или иными танками, которые не будут доставлять вам удовольствие в бою. Допустим, Т54Е1 потенциально создает впечатление тяжелого танка, но по факту является средним, не является живучим. И при этом всем, ребят, стоит отметить, что имеет барабанное орудие, что не очень приятно в боях конкретно на данной машине. Но Т57 Heavy действительно достоин внимания, потому что его барабан на три снаряда выдает такое количество урона, которого достаточно для того, чтобы забрать половину ХП у практически любой десятки, с которой вы столкнетесь в бою. Вот только помните о том, что это обычный барабан, и потом вам придется в районе 22 секунд где-то находиться, для того, чтобы этот барабан перезарядился. Поэтому Т57 Heavy на сегодняшний день действительно является крайне неплохим тяжелым танком, вполне себе играбельным и результативным, но только ветки, которые к нему ведут, будут не сильно приятны. Если вам хочется все-таки простоты, и при этом всем получить себе неплохую десятку в лице тяжелого танка, то я рекомендую в дереве Германии обратить внимание на Е100. Машина, обладающая неплохой броней, при этом машина, имеющая хороший урон, неплохое уронное точное орудие, да и плюс есть еще и альтернатива. Вы можете выбрать себе одну из двух пушек, и выбрать на какой пушке вам комфортнее играть. С большим уроном, либо все-таки с меньшим временем перезарядки, но в то же время меньшим уроном. Сам Е100 показывает себя на сегодняшний день довольно-таки неплохо. Вы спросите меня, почему я не рекомендую какие-то другие тяжелые танки, и к этому вопросу мы вернемся чуть позже, и я расскажу, какие ветки я не рекомендую прокачивать первыми, или не рекомендую прокачивать в принципе в этой игре, пока не прокачаете все остальное. Но этот вопрос мы поднимем буквально через пару минут. В дереве Советского Союза, безусловно, стоит обратить внимание на ИСа 7. Опять-таки, ветка сама по себе плюс-минус некомфортна. Почему? Потому что большинство танков имеют слабые зоны в тех местах, которые действительно мешают играть на большинстве карт, но все же ИСы показывают себя довольно хорошо в боях, являются плюс-минус живущими, а ИС 7 обладает очень хорошим орудием на сегодняшний день, с уроном в 460 единиц, и временем перезарядки всего 10,8 секунды. Поэтому ИС 7, даже несмотря на то, что в последнем обновлении нижний бронелист ему сделали более слабым, до сих пор остается довольно-таки неплохим выбором для новичка. В отношении дерева Британии, я крайне не рекомендую останавливать свой выбор на FV215B. Эта машина крайне неудобна, крайне неприятна, не обладает лобовой броней, при этом всем обладает неплохим, безусловно, орудием, но имеет заднее расположение башни, и с учетом того, что корпус является незабронированным, не рекомендую прокачивать данную ветку новичку, потому что вы не будете получать удовлетворение от игры на данной машине, ну а сама ветка покажется вам довольно-таки унылой и неприятной. Ну, разве что на восьмом уровне вы сможете весело, неплохо покататься. Предыдущие же машины, Черчилле и Блэк Принц, являются крайне унылыми по передвижению, хотя имеют очень крутую броню для своего уровня, но все же нам хочется какой-то динамики, как мне кажется, а не просто медленно и уныло перекатываться по карте. В отношении дерева Японии. Неплохой Type 71, но рекомендовать его как первый тяж для прокачки я уж точно не смогу. Не понравится вам ветка сама, она очень неприятная, она очень скучная, ну а Type 71, хоть и показывает себя в боях довольно неплохо, потому что является одним из самых живучих тяжелых танков в нашей игре, все равно предоставляет вам, как я это называю, унылый и вялый геймплей. В отношении дерева Китая, если вдруг вы хотите именно по китайцам пройтись, то, соответственно, безусловно, WZ-113. Сама ветка абсолютно неинтересная, а вот WZ-ха действительно танчик хороший, обладает броней, живучестью, неплохим орудиями, в целом имеет неплохой процент по победам по серверу. В отношении Франции ни в коем случае новичку не рекомендую прокачивать АМХ-50Б. Во-первых, ветка обладает барабанными орудиями, безусловно, не все танки, но все же АМХ-50Б это не тяжелый танк в типичном его понимании. Он не обладает броней, его пробивают полностью везде. Да и плюс к тому, игрок должен очень умело играть на барабанах, потому что здесь, несмотря на то, что есть барабан на целых 4 снаряда и урон в 380 единиц, перезаряжается целых 23 секунды неполных, и это время каким-то образом необходимо пережить. Ну и дерево сборной Европы обладает, наверное, самым большим количеством хороших тяжелых танков и довольно-таки годных десяток в этом отношении. И здесь я однозначно рекомендую прокачивать в ветку кранвагна, как я уже сказал. Если вы хотите себе хороший тяжелый танк с классной броней и неплохим уроном, то, безусловно, 60 ТП, ну и великолепнейший Рино Чиронте или Рино Сиронте, кто как называет, который обладает барабаном с системой дозарядки, но играть на нем гораздо проще, чем на других танках с таким же типом орудия, поэтому эту ветку однозначно могу рекомендовать для прокачки. Теперь в отношении ПТ-шек. ПТ-шки, ребят, у нас в игре абсолютно разные. Одни ПТ-шки обладают барабанами, другие ПТ-шки обладают броней, третьи полностью картонные. Если мы говорим с вами о начинающем игроке, то в дереве Соединенных Штатов я бы не рекомендовал прокачивать себе что-то из ПТ, хотя здесь их целых две на выбор. Одна с поворачивающейся рубкой, вторая монолитная. И почему? Потому что и та, и другая ветка являются скучными, неинтересными и в целом особого удовлетворения не принесут. Ну и если прям сильно прицепиться, то я бы все-таки рекомендовал для новичка верхнюю ветку прокачать, а именно Т110Е4, но только из-за того, что она более комфортная для новичка, нежели нижняя ветка. Ну и плюс к тому, прокачав верхнюю ветку, вы потом сможете перекинуться на восьмом уровне на соседнюю машину и через нее, как вы видите, точно так же, как в моем случае, попасть на Т110Е3, которая поворачивающейся рубкой не обладает. Но повторюсь еще раз, в дереве Соединенных Штатов новичку с ПТшками делать нечего. Где действительно хранятся неплохие ПТшки? Это дерево Германии. И если вы хотите научиться играть на ПТ, научиться играть аккуратно, то да, кто бы меня не высмеивал и что бы не писал в комментариях, я рекомендую новичку обратить внимание на ветку гриля. Во-первых, сам гриль обладает обалденным орудием, которое действительно является очень точным, имеет хорошее время перезарядки, классный урон, но при этом всем стоит помнить, что ни одна из ПТшек, которые есть в этой ветке, не обладают вообще никаким бронированием. Именно это научит новичка играть осторожно, играть аккуратно, не подлазить под выстрелы своих соперников, играть на третьей линии, отстреливая по засветам своих союзников. И когда вы научитесь играть аккуратно, и когда вы научитесь прятаться, вот тогда вы сможете пересесть на любой другой танк, на любую другую ПТшку, и при этом вы будете выживать гораздо лучше, потому что на других ПТхах вы еще и броней обладать будете. Если мы говорим с вами о хорошей, классной десятке, которая наносит урон и имеет при этом броню, то, конечно же, это Яга Е100. Яга Е100 обладает классным бронированием, шикарным орудием, великолепным уроном, плюс в ней есть возможность увеличить этот урон за счет установки дополнительного... Сейчас, секунду покажу. Так, чтобы не быть голословным. Так, ПТшки, Германия. Есть, если вдруг вы еще не разобрались, есть такое понятие, как снаряжение. И здесь в снаряжении вы можете поставить себе вольфрамовые сердечники. Так вот, эти вольфрамовые сердечники на Яге, мало того, что у самой Яги урон сумасшедший, так эти вольфрамовые сердечники еще и увеличивают данный урон на определенное количество времени в игре. Поэтому, ребят, берите себе Ягу и плюс к тому, запомните, лучше всего Ягу прокачивать, идя через ветку тяжелого танка Тигр-П. По одной простой причине, потому что здесь вы можете расходиться сразу на несколько веток. Ну и, как вы видите, данные веточки между собой повязаны по тому оборудованию, которое здесь установлено. То есть, те слоты, которые вы здесь будете открывать, они повязаны между собой. Специально для новичков я в ссылочке положу внизу в видео в описании инфу про то, каким образом можно прокачивать три ветки одновременно, при этом затратив минимальное количество времени, открывая те или иные слоты оборудования в этих машинах поочередно для того, чтобы можно было быстрее прокачиваться. В отношении следующей нации это Советский Союз и тут, безусловно, лидером является Объект 268. Для новичка самое то, хороший урон, плюс-минус точное орудие и в целом Объект 268 показывает себя довольно неплохо. В Британии тоже делать нечего в отношении ПТ-шек, потому что тот же самый ФВ-215Б-183 довольно неплохо занерфили в последнее время, а перед этим еще занерфили. Ну, короче говоря, бабаху качать однозначно не рекомендуем. То же самое касается ФВ-40-05. Это машина для умелых игроков, потому что здесь барабан на 4 снаряда, долгое время перезарядки, а сама машина просто огромных размеров, ну и, соответственно, на ней надо уметь выживать, поэтому новичку делать в этой ветке абсолютно нечего. По японским ПТ-шкам здесь представлена только одна ПТ, Хори. Идти к ней по ветке я бы не сказал, что очень приятно, она действительно неинтересная, сам Хори неплохой, но рекомендовать его как первую ветку к прокачке у меня язык не повернется. По китайцам вы можете выбрать себе ВЗ-113 ГФТ. Дело в том, что это единственная ПТ-шка, поэтому выбрать ее я сказал не потому, что здесь есть выбор среди ПТ-шек, а потому, что она очень сильно откликается с объектом 268-м. И здесь уже выбор делать вам. Что вас больше интересует, Советский Союз либо Китай? Ну, ВЗ-ха показывает себя все-таки на сегодняшний день немножечко получше, она более проворная, обладает неплохим бронированием, хорошим орудием и неплохим уроном в 650 единиц с терпимым временем перезарядки. По броне слабая зона, нижний бронелист, все остальное довольно неплохо забронировано, в целом ПТ-ха довольно-таки живучая. По Франции однозначно на сегодняшний день, с учетом того, что был очень крутой ап фаша 155-го, могу рекомендовать новичку для прокачки, машина обладает орудием на два снаряда в топовом виде, а в базовом состоянии, когда получаете машину, вы получаете себе обычное цикличное орудие, которое просто научит вас на фаше передвигаться по карте. В целом, могу рекомендовать как ветку для прокачки новичку, но все-таки не первой. Ну и в отношении сборной Европы, по сборной Европы здесь есть только одна ПТ-шка, это Минотавр и сама ветка довольно-таки комфортная для новичка, эти ПТ-хи обладают поворачивающимися рубками, начиная с седьмого уровня, но при этом всем они еще и броней обладают, поэтому в целом ПТ-ха довольно неплохая, но все же я бы рекомендовал новичку начинать не с Минотавра, но обязательно оставить его на потом. Теперь в отношении средних танков и уходить с этого дерева я не буду, потому что здесь сконцентрировано две машины, на которые я бы на вашем месте обратил внимание. В первую очередь среди всех средних танков в нашей игре я бы рекомендовал прокачивать про джету 65-ю. Дело в том, что данная ветка точно так же, как ветка кранвагна научит вас играть на обычных цикличных орудиях, вы научитесь играть на барабанах с системой дозарядки и в итоге вы получаете себе десятку с системой дозарядки на три снаряда с классным временем перезарядки барабанов это три секунды между каждым выстрелом и неплохим уроном с 350 единицами с пробитием в 240 мм. В общем, про джета показывает себя довольно неплохо, поэтому среди средних танков в этой игре я бы поставил ее, наверное, на первое место. На второе место однозначно я поставил бы такую машину, как, про секундочку, промахнулся, как СТБ-1. Почему СТБ-1? Сама ветка не сильно интересная, я бы сказал, вообще не интересная. Но вот сам СТБ-1 обладает очень приятным орудием с классным временем перезарядки, которое действительно порадует игрока, неплохим уроном в 330 единиц, угол склонения орудия вниз составляет целых минус 11, и это действительно очень классный показатель, потому что в большинстве танков минус 8, ну пускай минус 9. Ну и плюс к тому стоит отметить, что данный средний танк обладает очень крутой приведенной броней, и я бы сказал читерской броней, потому что когда вы ездите по карте, порой вы уверены в том, что вас пробьют, а соперники удивляются, почему их снаряды в вас не проходят. Поэтому именно этот момент в СТБ-1 является одним из подкупающих, и в большинстве своем игроки отдают предпочтение именно этой машине, как среднему танку, как для танка, который стоит прокачивать первым. Ну и во всех остальных ветках и деревьях тоже есть свои представители средних танков на 10 уровне, и кто-то скажет, что неплохо бы качать Е-50М, сам танк неплохой, и он больше напоминает все-таки тяжелый танк по стилю игры, потому что обладает очень крутой броней, поэтому я бы не рекомендовал именно его качать первым. Хотя, если вы не хотите мучиться, не хотите напрягаться, и вам хочется какого-то спокойствия, то да, действительно, Е-50М вам подойдет однозначно. Но все же я бы рекомендовал вам обратить внимание, если вы хотите научиться играть на средних танках, на такую машину как ЦС-63. Сама ветка очень комфортная, приятная, это типичные средние танки в нашей игре, у всех обычное орудие с обычной системой заряжания в виде цикличного орудия, время перезарядки у этой десятки составляет менее 6 секунд, что очень круто, а урон в 340 единиц. Короче говоря, орудие крайне комфортное, крайне приятное и потенциально за минуту боя вы можете наносить 3494 единицы урона, что считается в нашей игре очень крутым и классным показателем. Ну и последнее, что я могу рекомендовать игрокам, это прокачивать легкие танки. Не вздумайте прокачивать легкий танк первым. Почему? Потому что вы не умеете играть, вы не умеете передвигаться по карте, вы не выучили карты, вы не знаете, что вам делать, когда вас окружают. В общем, легкие танки это верх мастерства. Помните, как говорил Леон Киллер, чем ближе ты подходишь к жертве, тем лучше ты киллер. Ну и соответственно, верх мастерства киллера это нож, а не снайперская винтовка. Так вот, легкие танки это и есть нож киллера в нашей игре. Поэтому, ребят, легкие танки не качаем ни в коем случае первыми и безусловно, первой машиной, которую я могу рекомендовать это будет Шеридан. Почему? Потому что он обладает очень классной скоростью передвижения по карте, у него целых 67 километров вперед и при этом всем у него есть орудие, которое наносит урон в 570 единиц, что просто зашкаливающий показатель для легких танков. Как правило, у легких танков урон в нашей игре самый низкий, а здесь целых 570 единиц. Да, 13 секунд времени перезарядки, но с его подвижностью вы сможете передвинуться куда-то в другую точку карты за время перезарядки и дать еще один выстрел. Таким образом, делая буквально несколько выстрелов за бой, вы уже будете получать хорошие результаты по количеству настреленного урона в течение одного боя. В принципе, сама ветка учит вас играть и подготавливает вас к игре на Шеридане. Остальные же легкие танки в нашей игре я бы остро не рекомендовал прокачивать первыми по одной простой причине, потому что вы с ними просто потенциально справляться не будете. Я говорю, допустим, про Т-100ЛТ. Это машина для очень подкованных игроков, но разносят ее довольно-таки быстро. То же самое касается и Викерса. Викерс является неким подобием Шеридану, но здесь урон гораздо меньше, время перезарядки гораздо лучшее. Выбирайте самостоятельно, но все-таки я бы остановил свой выбор именно на Шеридане. В отношении оставшихся легких танков, а их не так уж много, это ВЗ-132-1. Эта машина в моем конкретном списке занимает последнее место, потому что вообще не является интересной ни в чем полностью, ни в отношении орудия, ни в отношении времени перезарядки, среднего урона, ну разве что время сведения довольно неплохое, а все остальное в машине абсолютно неинтересно. Пишите свое мнение, если вы со мной не согласны. Ну и ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не берите себе для прокачки в виде первой ветки БЦ-25Т, он же Бачат. По одной простой причине, потому что вся эта ветка обладает барабанными орудиями с долгим временем перезарядки и при этом всем эти танки, несмотря на то, что они являются очень маленькими по размерам, они являются очень уязвивыми. Да, у них неплохая подвижность, да, они быстро передвигаются по карте, да, они могут с одного барабана нанести большое количество урона, но вот эта машина, это верх мастерства игры в нашей игре в виде легких танков, поэтому эту тачку вам необходимо оставить ну уж очень, очень на потом. Ну а теперь по поводу тех танков, которые я не рекомендую прокачивать первыми, а возможно вообще не рекомендую. Первое, Projet Murat, вся ветка в принципе картонная в большинстве своем, единственная нормальная играбельная машина, по моему мнению, это танк девятого уровня, все остальное мало интересное, ну а Projet Murat, обладающий барабаном, при этом всем не является забронированной машиной, ну и в целом не является живучей. В отношении сборной Европы, я бы сказал, что не имеет смысла новичку прокачивать ТВП Т-50-51, он обладает барабаном на несколько снарядов, при этом всем стоит отметить, что эти 4 снаряда нужно уметь реализовать, время перезарядки между снарядами очень классное, менее 2 секунд, но при этом всем новичку потом просто нереально пережить 22 секунды боя, не имея вообще ничего в магазине, для того, чтобы отстреливаться от своих соперников, поэтому данную ветку прокачивать первой однозначно не рекомендую. Если мы поднимемся выше ВЗ-55, после апа ему сделали вместо цикличного орудия барабан на 2 снаряда, но опять-таки к ВЗ-хе ведет не сильно приятная ветка, да и сама ВЗ стала лучше, но не стала хорошим тяжелым танком, не стоит путать эти понятия. В отношении Франции я уже говорил, в отношении Китая я не рекомендую ВЗ-132-1, об этом я уже сказал, в отношении ВЗ-121 обычного простите ВЗ-132-1 в отношении ВЗ-121 машина посредственная неинтересная и ничем не примечательная ВЗ-75 имеет очень крутое орудие, но им необходимо уметь пользоваться, имеет посредственную броню, да, наносит кучу урона, но имеет очень долгое время сведения и очень долгое время перезарядки, поэтому машина точно не для новичка и прокачивать ее необходимо чисто в коллекцию, чисто ради интереса, тогда, когда ты уже прокачал все топовые машины в нашей игре. В отношении Японии, мое мнение по Type-71 я озвучивал, СТБ-1 тоже, по Хори машина классная, но опять-таки не для того, чтобы прокачивать ее одной из первых. В отношении Британии, на сегодняшний день, откровенно говоря, единственные две машины, которые достойны здесь того, чтобы их прокачать, это ФВ-4202, и то условно, и то, если вы любитель средних танков и хочется чего-нибудь новенького. Здесь неплохое время перезарядки, неплохой урон, очень хорошая подвижность, но на этом, в принципе, история заканчивается. Когда-то машина имбовала, а на сегодняшний день является крайне посредственной. Ну, а в отношении всех остальных танков в свое время в этом видео я уже мнение высказал по Советскому Союзу. Не рекомендую прокачивать ИС-4, по одной простой причине, потому что ветка, ведущая к нему, в принципе, унылая. Да, плюс-минус бронированные ТТшки, неплохо играются, как тяжелые танки, но ИС-4, после нескольких обновлений, практически умер, броней особо и не обладает, и той имбой, которой он был ранее, уже не является. Объект 263, некогда очень хорошая ПТ, но очень сложная в игре, потому что не обладает рубкой, заднее расположение орудия, а угол склонения орудия вниз составляет всего лишь 4 градуса. Ну, то есть, играть на современных картах, которые полны всякого рода неровностей, будет практически невозможно, и реализовать потенциал данного орудия по скорострельности и урона у большинства игроков просто не получится. Объект 140, Т-62А, эти машины тоже не являются крайне интересными тачками, это просто обычные средние танки, которые не приносят вам никаких дополнительных ощущений от боев и ничем вас особо не порадуют, просто обычные машины. По Германии не рекомендую прокачивать Мауса, потому что сама ветка очень нудная, да, Маус живучая машина с самым большим количеством ХП в нашей игре, при этом всем он просто огромен, он очень медлителен, ну и на нем действительно очень скучно играть, поэтому Мауса прокачивать первым я не рекомендую однозначно. Леопарда первого не рекомендую прокачивать по одной простой причине, потому что машина хоть и обладает потенциально очень крутым орудием, со временем перезарядки в 5,5 секунд и уроном в целых 360 единиц, она не обладает вообще никакой живучестью, хотя обладает суперподвижностью, я бы сказал, что Леопард по факту должен был бы быть легким танком и для легкого танка это все было бы очень круто, но вы играете на среднем танке, а по факту живете как на легком танке, поэтому на этой машине играют только действительно профессиональные игроки, которые могут ее реализовать, ну либо те, кто не являются профессиональными игроками, реализовать ее не могут, ну и соответственно первыми отлетают в ангар. ВК7201К машина достойная внимания, но обратите внимание, что у него точно так же, как и у британской машины заднее расположение башни, а значит вам надо уметь играть с задним расположением башни, брать правильный ромб, когда вы выезжаете из-за какого-то укрытия, ну и соответственно умело отыгрывать от башни, с учетом того, что вы будете находиться орудием под 45 градусов приблизительно по отношению к своему корпусу. В общем, есть свои нюансы и машина явно не для новичка. В отношении ПТ-шек свое мнение я уже высказал. Ну и дерево Соединенных Штатов. Какие машины я не рекомендую прокачивать первыми? Я не рекомендую прокачивать Т110Е5. Ветка скучная, нудная. Т110Е5 в боях на 10 уровне не является угрозой, как правило, для соперников, хотя обладает броней, я бы не сказал, что является интересной машиной. Я же все-таки за то, чтобы получать удовлетворение от боев. Йох, М4 Йох, простите, М6 Йох, он действительно неплох, но здесь могу сказать только одно. Барабан на 2 или на 3 снаряда здесь выбирать самостоятельно, но время перезарядки необходимо уметь переживать, хотя за барабан вы действительно накидываете неплохо 900 единиц урона. При этом всем брони особой в лобовой части по корпусу нет, есть хорошая броня в башне, в общем машина для умелого игрока да, окей, но однозначно не для новичка. Ну и М48 Паттон на сегодняшний день, к сожалению, посредственная машина в отношении играбельности, в отношении бронирования 340 единиц за выстрел 6,8 по времени перезарядки в целом вроде бы неплохо, но время сведения 3,7 да, его можно поправить, но все-таки я бы не сказал, что Паттон на сегодняшний день является лидером по интересу к этой машине среди игроков и Паттон встречается в последнее время в боях довольно-таки редко. Пишите свое мнение по поводу топа машин, которые стоит прокачивать на сегодняшний день в первую очередь. Понимаю, что видео могло получиться довольно долгими для большинства игроков, информация частично, а может быть и полностью была неинтересна и не в новинку, но я старался для тех игроков, которые только вступают в ряды танкистов и хотят знать, по какой ветке им лучше идти и почему я считаю, что мое мнение стоит услышать. Потому что, повторюсь еще раз, я не являюсь крутым игроком в этой игре и я даю советы таким же игрокам, как я сам. Мне нечего посоветовать крутым танкистам, да и крутым танкистам, наверное, советы не особо нужны. Стараюсь специально для вас, пошел снимать следующее видео, хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на оба моих канала, буду благодарен за лайкос под данным видео, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.